Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Не только в виде обзоров тест-драйвов, но и в виде обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из разряда про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль, это полноценный рамный внедорожник, который по праву считается культовым на просторах нашей родины. Помимо средств передвижения, эти автомобили можно также до сих пор назвать и средством сохранения капитала, поскольку многие рассматривают именно эту марку автомобилей как неплохую инвестицию денежных средств на будущее. А вот о тех моментах, про которые нужно быть в курсе, выбирая подобную машину, дабы капиталовложения не превратилось просто во вложение денег, причем немедленное и достаточно объемное, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Lexus GX470. Lexus GX470, так же как и Land Cruiser Prado 120, на базе которого он сделан, появился в 2002 году и простоял на конвейере целых 7 лет, до 2009. Этот автомобиль предназначался только для рынка Соединенных Штатов Америки и в отличие от Prado никакого разнообразия агрегатов и типов коробок передач на этих автомобилях не было. Только бензиновый V8 объемом 4,7 литра в сочетании с 5-ступенчатым классическим автоматом. А вот мощность двигателя в зависимости от года выпуска автомобиля могла быть как 235, так и 270 лошадиных сил. Также в отличие от Prado 470 Lexus всегда будет иметь на борту пневмоподвеску и кое-что еще, но об этом попозже. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину окраса, его качество, а также про сопротивляемость коррозии. Что касается толщины окрасочного покрытия, Lexus GX470 это типичный японский автомобиль. В основной своей массе толщина МКП здесь будет лежать в диапазоне от 90 до 140-150 микрон. Что касается качества лакокрасочного покрытия, изначально оно здесь достаточно неплохое, а уж точно не хуже, чем на большинстве одноклассников. Однако с учетом того, что к настоящему моменту пробег большинства этих автомобилей уже давно перевалил за 250-300 тысяч километров, сколы и царапины здесь неизбежность. И глубокие сколы крайне рекомендуется своевременно обрабатывать. Что касается мест повышенного риска образования коррозии на этих машинах, все стандартно. Передняя кромка капота возле фальшрадиаторной решетки, козырек крыши в районе стыка с лобовым стеклом. Также стоит внимательно осмотреть места стыковки пластиковых и металлических деталей кузова. Ну и традиционное для 470-х и для 120-х Прада место появления точечной коррозии поначалу это нижние кромки дверей с внутренней их части. Вот эти места следует посмотреть особо внимательно. Помимо прочего на возрастных 470-х может начать вспучиваться черная краска, которой выкрашены рамки окон. Также не лишним будет заглянуть под капот и осмотреть в каком состоянии находится внутренняя часть брызговиков. В подкапотном пространстве коррозия на этих машинах заводится как правило именно там. Что касается рамы, то как минимум налет на раме будет у большинства, если не у всех подобных автомобилей. Тем не менее толщина металла там достаточно и прогнивает до дыр она очень-очень редкая и практически никогда. Гораздо большая вероятность найти автомобиль с дырками в полу кузова. Но вот на район локализации ВИН номера стоит обратить самое пристальное внимание. Помните, что в случае поражения ВИН номера коррозией до нечитаемости символов у вас будут проблемы при постановке подобного автомобиля на учет. ВИН номер здесь выбит за правым передним колесом. Что касается салона 470, то первое, что вы скорее всего отметите, просматривая подобные экземпляры на вторичке, это тот факт, что на большинстве этих автомобилей руль будет уже перетянут. Ну и вполне возможно передние сидения также будут либо перетянуты полностью, либо как минимум будут фрагментарно заменены боковые вставыши. Сильно пугаться этого не нужно, поскольку, как вы понимаете, большинство этих машин уже давно проехало пробеги 300 тысяч километров. И как раз таки после 150-200 на родной коже начинали появляться дефекты в виде трещин, потертостей и в том числе вытиралось рулевое колесо. Но, кстати, в остальном, в том, что касается салонного пластика, каких-то панелей под дерево и так далее, GX470 на самом деле оправдывает понятие качества. И даже в преклонном возрасте салон здесь сохраняет тишину и приличный внешний вид. На самом деле каких-либо серьезных электрических глюков за этим автомобилем не водится. Но при осмотре подобного автомобиля, как бы очевидно это ни звучало, тем не менее, проверьте на работоспособность климатическую установку. Пощелкайте ее по всем режимам обдува, поменяйте все возможные направления обдува и покрутите раздельные регулировки температуры. Дело в том, что на пробегах за 200 на этих автомобилях были случаи выхода из строя самих сервоприводов управления заслонками. И предыдущий владелец вполне мог, выбрав какое-то одно рабочее положение, эксплуатировать автомобиль, не сильно заморачиваясь с их заменой. Также учитывайте, что на этом автомобиле система кондиционирования имеет и задний контур. Трубки этого самого контура кондиционера проложены с правой стороны под днищем автомобиля. И к почтенному возрасту практически у всех GX470 эти трубки так или иначе оказываются поедены коррозией и теряют герметичность. Соответственно, задний контур кондиционера из работы выбывает. Очень мало кто меняет эти трубки на оригинальные. Большая часть собственников этих автомобилей на самом деле предпочитает отглушить задний контур. Так же, как и на Pajero 4, там тоже есть схожая проблема. Ну, а кто-то меняет их на соответствующие шланги и ездит с исправным задним кондиционером. Ну, а под капотом Lexus GX470 достаточно уютно разместилась V-образная восьмерка. С индексом 2UZFE. Характерная отличительная черта именно второго UZ это чугунный блок цилиндров. Здесь по два распредвала на головку. Нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Правда, зазоры здесь держатся достаточно долгое время и не особо-то торопятся убегать. Поэтому слишком часто изнурять себя регулировками клапанных зазоров вам не придется. Привод ГРМ здесь ременный. И регламент замены этого самого ремня это 100 тысяч километров пробега. Причем, по рекомендации, параллельно с заменой ремня лучше заодно поменять и насос системы охлаждения. Дабы не лазить дважды, поскольку ресурс помпы это плюс-минус те же самые 100-120 тысяч километров. Последствия несвоевременной замены ремня, если вы все-таки довели до обрыва, будут отличаться в зависимости от того, какую версию двигателя вы имеете у себя под капотом. Если это дорестайлинг на 235 лошадиных сил, где нет никаких позавращателей, то последствия обрыва ремня ГРМ это потерянное время и доставка автомобиля на трассу либо на эвакуаторе до места ремонта. Но в этом случае клапана загнуты не будут, но если у вас обрывает ремень на 270-сильной версии, которая имеет позавращатель на впуске, то там последствия будут уже не столь легкими для кошелька владельца. Модернизированный двигатель на 270 лошадиных сил также отличается и непосредственно поршневой группой. Здесь у поршней чуть более короткая юбка, чем на 235-сильном УЗ, отличаются поршневые кольца. Но компания Toyota, к ее чести будет сказано, на рестайлинговых УЗ-ах поставила систему охлаждения поршней посредством маслофорсунок. Поэтому что дорестайлинговая, что рестайлинговая версия по своему ресурсу плюс-минус идентичны и ресурс этот по нынешним меркам просто огромный. Эти силовые установки способны выходить далеко за 500 тысяч километров пробега. Ну а из систем, усложняющих конструкцию мотора, можно отметить разве что электронную дроссельную заслонку, которая уже давно стала для всех нас обыденностью, и впускной коллектор с переменной геометрией, что также не несет в себе никаких рисков для эксплуатации этого автомобиля, в отличие от моделей некоторых других концернов. Так что по большому счету, единственной проблемой и головной болью в кавычках владельцев подобных автомобилей, может быть разве что расход топлива, который на 470-м GX в городском цикле у вас вряд ли когда-либо опустится ниже 18-20 литров на сотню. Зато и динамику эта силовая установка придает тяжелому равному внедорожнику весьма нешуточную. До 100 км в час с места с модернизированным ВВТИшным УЗ-ом этот автомобиль разгоняется за 80 небольших секунд, практически на уровне Хонда Аккорд с мотором 2,4 литра на механической трансмиссии. Сопоставьте массу этих автомобилей и вы поймете, что динамика это то, чего 470-му GX хватает с избытком. По большому счету, если что-то и способно подкинуть сюрприз владельцу в процессе эксплуатации этой силовой установки, это навесное оборудование. Время от времени владельцы автомобилей сталкиваются, как уже было сказано, с необходимостью менять помпу, но этого можно избежать, если параллельно с заменой ремня ГРМ поставить новый насос. А второй момент это компрессор кондиционера. Сам компрессор кондиционера здесь крайне редко выходит из строя, он надежен, но бывает подводит реле его электромагнитной муфты. Еще один повод проверить кондиционер на исправность при покупке подобного автомобиля. Так что нашу короткую справку по подкапотному пространству GX можно обозначить следующим образом. Этот автомобиль получил, пожалуй, один из лучших двигателей в истории. Пусть не в плане экономичности, зато точно в плане ресурса. Что касается коробок передач, на GX470 в отличие от Prado никакого разнообразия не было. Не было здесь как механических коробок передач, так не было здесь и вариантов по автоматам. Только одна единственная возможная коробка, пятиступенчатая. Эта трансмиссия носит индекс А750F, производитель Aisin. Сама по себе коробка крайне ресурсная и способна выходить много-много сотен тысяч километров пробега практически под стать двигателю. Убить ее можно разве что специально, ну, либо откровенно разгильдяйским отношением. Менять масло в этой трансмиссии крайне желательно хотя бы раз в 70-80 тысяч километров пробега. Поскольку в отличие от более старых коробок четырехступенчатых, эта трансмиссия так или иначе использует блокировку гибротрансформатора почаще, чем это делалось на старорежимных коробках. Соответственно продукты износа блокировки попадают в масло, поэтому, собственно, с заменой масла и фильтров есть необходимые условия ее долгой жизни. Но если вы не используете автомобиль постоянно и регулярно в режиме жесткий оффроуд, а также не имеете привычки постоянно закусываться со светофора с другими участниками дорожного движения, то при должном обслуживании никаких вопросов к этой трансмиссии у вас не должно возникнуть на протяжении всего срока эксплуатации вами этого автомобиля. Однако это не значит, что подобный автомобиль можно покупать с закрытыми глазами без диагностики. Хоть они столь часто и повсеместно, но на ремонт коробок эти машины все-таки попадают, поэтому при тест-драйве как минимум убедитесь, что трансмиссия работает плавно, без рывков, пинков и дерганий, так как это и задумывалось изначально. Что касается ходовки, у GX470 все сделано крайне основательно. Все очень большого размера, очень массивное и имеет просто огромный ресурс, а по легковым меркам вообще недостижимый, ни для каких кроссоверов. Большая часть компонентов в этой ходовой части спокойно служат не то что 200, а за 250 по 300 тысяч километров пробега. Особенно если автомобиль, условно говоря, городской жители эксплуатируется чисто на асфальте, редко съезжая на бездорожье. Рулевая рейка на этих автомобилях гидравлическая, самая обычная и как правило проблем не доставляет практически от слова совсем. Ресурс ее огромный и если вы осматриваете подобную автомобиль и чувствуете на рулевом колесе конкретный люфт, то причина здесь может быть либо в рулевом карданчике, либо в разбитой шлицевой. Даже не в разбитой, а просто в шлицевой, где высохла смазка и скорее всего эту проблему можно достаточно недорого устранить. Также при осмотре автомобиля убедитесь, что система гидроусилителя руля сухая, что нет протечек ни по шлангам, обратки высокого давления нет, течи по самому насосу. Что касается, например, передних шрусов, то если на большинстве автомобилей к пробегам 200 тысяч уже можно поглядывать в сторону их замены, то на этих автомобилях к пробегам под 200 можно поглядывать только в сторону замены пыльника шруса и то, если этой замены они попросят своим состоянием. Имейте в виду, что GX это серьезный внедорожник и в данном случае крестовины кардана у него шприцуемые. Так вот смазку здесь нужно обновлять каждые 10 тысяч километров желательно, либо после каких-либо серьезных внедорожных покатушек с преодолением бродов. В случае, если вы не будете пренебрегать этой процедурой, то и сам кардан у вас отработает очень и очень долго, без каких-либо проблем. Ну и соответственно обратно, если при тест-драйве этого автомобиля вы чувствуете откуда-то снизу удары при трогании и смене режимов движения, то скорее всего есть такая вероятность, что с карданом вам придется заморочиться. Что касается самой раздаточной коробки, то на GX 470 по механической части, как и на 120 Prado, сама раздатка подводит крайне-крайне редко. Проблемы после пробега в 250-300 тысяч может подкидывать, ну разве что актуатор, вследствие естественного износа шестерезок внутри. Также имейте ввиду, что на этих автомобилях встречается и течь по стыку самого актуатора с раздаточной коробкой. В этом случае придется заменить прокладку. Что касается пневмоподвески, на GX 470, так же как и на Land Cruiser Prado, пневмой оборудована только задняя ось. Сами баллоны служат порядка 250 тысяч километров, потом могут потребовать замены. Соответственно, по части самой пневмы какие-либо проблемы здесь могут возникать только на очень больших пробегах. Как правило, по причине того, что влага и грязь попадают и начинают разрушаться разъемы. Например, на том же самом компрессоре пневмоподвески. Либо могут страдать датчики высоты кузова. При осмотре подобного автомобиля обязательно пощелкайте пневмоподвеску по всем режимам. Машина должна подниматься равномерно, без дерганий, также опускаться и не должно быть никаких посторонних шипящих звуков. Все GX 470 также с завода, помимо задней пневмоподвески, оснащались системой амортизаторов с изменяемой жесткостью. Так называемая подвеска Temps, которая позволяет вам сделать машину как комфортной валкой, так и зажать ее в спорт режим. Чаще прочего, проблемы бывают связаны с проводкой, с управляющей электроникой, подходящей к этим самым амортизаторам, где провода могут разрушаться либо вследствие того, что они переломились, либо вследствие коррозии. Так что на тест-драйве обязательно попробуйте все режимы жесткости подвески автомобиля и убедитесь, что система Temps находится в исправном состоянии. Ну и в завершении, пожалуй, самое главное отличие GX 470 от Prada 120 – это наличие на борту системы активного стабилизатора, так называемый KDSS или Kinetic Dynamic Suspension System. Стабилизаторы системы KDSS отличают от обычных отсутствия привычных нам стоек стабилизаторов. Вместо этого здесь используется гидравлическая стойка по левой стороне кузова. Эта система призвана бороться с излишними кренами и, по идее, если вы едете на GX 470, вы должны чувствовать разницу по части управляемости между этим автомобилем и между 120 Prada. Но в случае, если речь идет про возрастные машины с большим пробегом, эта система KDSS – не что иное, как дополнительное усложнение конструкции подвески, а следовательно и удорожание в случае ее выхода из строя. Компоненты системы KDSS в данном случае расположены на раме с левой стороны автомобиля. Собственно говоря, отказы этой системы могут быть связаны как с протечками гидравлической рабочей жидкости, так и, например, с отказом блока клапанов. Ремонт в любом случае стоит достаточно недешево, поэтому если на тест-драйве GX 470 вы слышите скрипы при раскачке автомобиля, либо стуки, и повинен в этом гидравлический стабилизатор – это как минимум повод для достаточно серьезного торга с продавцом. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным PRO-GX 470? Этот автомобиль на самом деле еще из тех машин, которые проектировали инженеры, и в данном случае они закладывали в эти машины огромнейший запас прочности с расчетом на тяжелые условия эксплуатации. В активе у этих автомобилей крайне надежные V-образные 8-цилиндровые двигатели и автоматические коробки передач, которые выхаживают огромнейшие по нынешним меркам пробеги. Также, если вы в основном используете подобный автомобиль для езды в городе и редко выезжаете на откровенное бездорожье, ходовая часть этой машины также позволит вам несколько лет к ряду эксплуатировать ее без каких-либо серьезных вложений. Но все это относится только к машинам, которые находятся в хорошем техническом состоянии. В этом случае ваша задача будет найти на вторичке хороший ухоженный GX 470 и поддерживать его в таком состоянии. Из основных затрат на автомобиль у вас будут в этом случае траты на топливо и транспортный налог, если речь идет про рестайлинговую версию. Но до рестайлинга ставка налога будет куда ниже. Но в отличие от более простого Prado, подвеска на GX 470 конструктивно сложнее за счет наличия активного гидравлического стабилизатора и системы регулируемой жесткости стоек. Поэтому при покупке подобного автомобиля нужно более тщательно подходить к диагностике подвески, поскольку устранение неполадок в этих системах может влететь в копеечку. На сегодня это все. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну и традиционно, если у вас есть или был GX 470, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить, в чем нас поправить. Пишите в комментариях людям, которые рассматривают подобный автомобиль в качестве покупки. Именно ваш совет может оказаться крайне полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока!